Театр Где и когда в театре можно попросить бинокль? Бинокль можно попросить в театре, конечно, в гардеробе. У любой гардеробщицы, которая будет вас обслуживать. Зрителю интересно рассмотреть всех артистов на сцене. Тем более, если у вас не очень хорошее зрение, пожалуйста, бинокль вам поможет. Я, наверное, не совсем соответствую театральному игры с кодом. Как вы считаете? Ну, в театр, конечно, нужно ходить в более нарядной одежде, опрятно и красиво. Потому что всегда считалось, что театр – это праздник. Конечно, в театр лучше приходить немного заранее, до начала. Минут за 20-30, чтобы спокойно зайти в театр, раздеться в гардеробе, не суетясь. Где вам помогут и гардеробщицы, и ваш мужчина, если вы едете с кавалером. Также можно будет спокойно осмотреть стены нашего театра, полюбоваться галереей актеров, которые будут работать в спектакле, на который вы пришли. Света, а что с опозданием в театр? Можно ли себе позволить хотя бы чуть-чуть задержаться? Ну, вообще считается, что опоздание в театр – это дурной тон. Света, а как же за 15 минут контракта успеть что-то выпить и чем-то полакомиться? Ну, есть такой момент. В буфет можно попасть и до начала спектакля. Если вы пришли в театр большой компании, то не обязательно всем вам идти в буфет и толпиться здесь. Можно отправить всего одного человека, который закажет для вас, и все будет сделано. Ну, в театре обычно подается три звонка. Каждый звонок обозначает количество минут до начала спектакля. Первый звонок обычно подается за 20 минут. Света, ну и все мы знаем, что проходить нужно, передвигаться лицом к зрителям. Да, да. А вот если с кавалером дама пришла, кто первый? Ну, по правилам обычно проходит, конечно, приглашает даму вперед. Когда уместно хлопать актерам? Я считаю, что уместно хлопать актерам в любом моменте, когда что-то понравилось или поразило зрителя. Говорят, за неприличное поведение в театре осуждают и зрители, и актеры, и даже призраки оперы. Удачных вам театральных открытий! Редактор субтитров А.Семкин